Чуть подальше даже его можно держать. Он очень сильный. Заново? Нет, позаново. Так что хотим поговорить о бестселлерах. Бестселлер или бестселлер? О бестселлерах. Как ты говоришь? Бестселлер. Не знаю. Любишь ли ты бестселлеры? Как ты относишься к ним? Не знаю. Я так отношусь, что, во-первых, само это слово очень спорное. Потому что иногда его добавляют просто так на обложку, чтобы продать лучше книгу, хотя она только первый раз напечатана. Как можно уже говорить, что это бестселлер. Но в целом я отношусь хорошо. Хорошо я главным образом отношусь потому, что в пику тем людям, для которых слово бестселлер уже отрицательное. Мне это очень мнение не нравится. Я тоже слежу за ними, постоянно слежу за литературными новинками и отслеживаю. И особенно, если потом по ним намечается экранизация, то это тем более. Я за ними слежу и читаю их, в первую очередь стараюсь прочитать. И потом, просто даже интересно то, что всем людям понравилось. И к тому же, особенно если это какие-нибудь такие, то же самое «Малалла Юсу Зай», допустим, книга, это то, что рано или поздно люди будут обсуждать в разговорах. Просто интересно, чем вообще живет наше общество, что его волнует, правильно? И чем больше книг это распродано, допустим, прочитаешь, что распродано там 500 миллионов уже. Естественно, я считаю чуть ли не своим долгом именно прочитать эту книгу, чтобы узнать. Ну видишь, некоторые люди думают, что это значит, типа, это просто пиар книги. Вот я занимаюсь как раз этой сферой, связями с общественностью, и я прекрасно знаю, нельзя раскрутить книгу до такого. Это все равно, значит, в ней есть какой-то элемент, который общество поддержало, то, что было именно всем интересно. Да, конечно. Можно придать книге первый какой-то толчок, можно сделать ее узнаваемой в каком-то определенном регионе, но невозможно сделать бестселлер мировой, миллионы каких-то людей. И потом еще другая крайность, в которую некоторые люди впадают, они считают, что если ты любишь такие популярные книги, значит, ты не способен воспринимать какую-то умную литературу, так сказать, классику, что ты, значит, ничего не понимаешь в Чехове, в Толстом и так далее, там Кавку ты не способен тогда прочитать и так далее. Я вот это абсолютно не понимаю. Мне это абсолютно не мешает читать совершенно другие книги, правильно? Там и нон-фикшн, и там совершенно разные. А некоторые считают, некоторые считают как-то в сравнении, например, там, ой, это, там, 50 оттенков, это ужасно по сравнению, там, например, там, не знаю, с Чеховым, там, к примеру. Это вообще, я вообще такое не понимаю, как так можно... Типа, что ты, зачем ты прочитала 50 оттенков, там, лучше бы ты Чехова прочитала, или, там, не знаю, Пушкина, там, еще кого-то. Это как вообще можно это сравнивать? Потому что, ну, разные жанры, разное вообще время, вообще. И еще некоторые говорят про... Сейчас будет звук со мной близочком. Некоторые говорят про книги, не прочитав их. Да, это самое ужасное, да. Которые под воздействием, так сказать, масс просто критикуют какую-то книгу. Потому что ее прочитали их, там, друзья, знакомые, там, еще кто-то. И вот просто они сказали, что эта книга плохая, ужасная, или какая-то, там, развратная еще какая-то, то все это, значит, и продолжают повторять. Продолжают это повторять. Я так никогда не делаю. Вот просто. Если я ее не читала, я ничего не могу о ней сказать совершенно. Я могу сказать, там, я хотела его прочитать, или даже на меня как-то могут, может быть, повлиять. Вот, например, сейчас выходит... Я всегда слежу за книгами, по которым будет экранизация. Практически все, вот сейчас будет «50 оттенков», вторая часть, там, да. «Дом странных детей», этот, как его, «Голос монстра», да. Это все я читала. «Девушка в поезде», все вот эти по этим будут книгам экранизации. Это я все прочитала уже давно. Единственное, я не прочитала вот этот, как его... А, «Инферно» будет, «Дэн Браун». Я не прочитала, я хотела ее прочитать, не смогла как-то скачать, что ли. И пока не прочитала. И там были на нее, кстати, очень плохие отзывы. Я вот хороших практически не видела. Это меня немножко как-то, может быть, отодвинуло. Но из-за того, что сейчас будет экранизация, все-таки я очень хочу ее прочитать. Видимо, все-таки куплю. Как бы это на меня иногда влияет, эти отзывы, если их очень много. Но все равно мне интересно, чтобы посмотреть, как будет в сравнении книга-фильм и так далее. И потом, я возвращаюсь к предыдущему, неправильно, когда люди считают, что... Это ужасно неправильно, когда люди считают, что уровень продаж как-то обратно коррелирует с высотой, умом книги. Потому что тот же самый щегол вот этот, который везде лежал, и все его читали. Ну, как бы это не тупой совсем. Да, это как раз-таки очень популярная стала книга. Одно то, что автор писал ее десять лет. Только ради этого бы я прочитала. Просто я была в шоке, что она все свои три книги там писала по десять лет. Это как надо вообще обладать терпением вообще, каким-то, я не знаю, чем. Я тоже сейчас пишу книгу, которую, возможно, буду писать десять лет. Вот, да. Щегол, кстати, да, мне понравился в целом, в принципе. Ну, конечно, не простая книга, да? Интересно, будет ли по ней когда-нибудь экранизация? В принципе, мне кажется, могла бы быть. По-моему, я читала, что уже... А, мне кажется, тоже были какие-то разговоры, да, что-то про это. Мне кажется, интересно было бы. Все-таки там для меня одна из самых сильнейших кульминаций, которые я читала когда-либо, она там. Я так пусть и говорила отлично. Да, да. Это просто, я считаю. Так что, да, могут бестселлерами стать не обязательно какие-то, так сказать, легкие какие-то книги, да, развлекательного чисто жанра, а абсолютно разные книги. И по разным причинам, наверное, да? Она тоже у нее очень большие продажи, по-моему, да? Хотя она вот такая огромная. Вот, так что это... В общем, это, собственно, то, что мы хотим... Да. Вывод, да, наш? Да. Что читать... Думайте своей головой. Да. Не нужно критиковать книги, не прочитав их. Да. Да. Составляйте свое мнение о книгах. Так что на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обещаю, что будет интересно. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да. Всем успеха! Все да. Пока! Не знаю, твой же канал. Я неопытная же. Я неопытная.